Всем привет! Начинаем очередное путешествие вместе с компанией Ларуси. Это наше путешествие будет по великому Новгороду. Хороший город, очень мне нравится. Я неоднократно здесь был с друзьями из Ларуси. Вот хочу вам просто показать зимний Новгород. Ну и одновременно что-то расскажу. Вот в википедии прочел, чтобы хотя бы знать. Многих же не были там. Я тоже не так давно узнал, что есть такой город. Точнее, я знал, что есть такой город, но побывал в нем не так давно. Так вот, в 2009 году официально отметил 1150-летие Великий Новгород. Это один из древнейших известных городов России. В средние века это центр Новгородской Руси, а затем центр Новгородской земли в составе Киевской Руси и Русского государства. Но надо отметить, что в 1136 году, давно это было, конечно, он стал первой вольной республикой на территории феодальной Руси. Было сражение, где князь Всеволод Мстиславович бежал с поля боя. И полномочия новгородского князя были резко ограничены. Надо сказать, что Новгород не подвергся монгольскому нашествию. Ну, монголы, видимо, просто туда не дошли. Хотя он и платил дань Орде, но сохранил уникальные памятники для нерусской архитектуры до монгольского периода. Действительно, очень много там церквей, старых церквей, очень древних церквей. Они, в принципе, находятся так компактно в одном месте. Ну, конечно, не все, но некоторые из них. И это действительно интересно, очень здорово, посмотреть их. Лучше бы я бы рекомендовал взять экскурсию и уже на экскурсию, конечно, побродить, посмотреть. Город хороший, приятный, очень мне действительно нравится. Что еще можно сказать про Новгород? Действительно красивый город, много церквей, красивый вид. Посмотрите на Волхов. Действительно, но была зима. Вот мы были зимой, очень красивой зимой был такой морозец, небольшой, легенький. Вот мост через главную речку Новгорода. Люди ходят, гуляют. Крепостная стена справа. Красивый город, симпатичный. Вот там, кстати, такой парусник. Оказалось, это ресторан. Тут они пошли, почему-то, не знаю, как-то мне не очень понравилось. Перешли мы через реку. А там комплекс таких, огромное количество церквей. Вот. Видите, даже ВН, Великий Новгород, это на скамеечке. Народ гуляет. Конечно, если быть там. Это одна из старейших церквей красного цвета слева. Вот. Если там быть, конечно, надо обязательно взять из курсовода, который долго и интересно расскажет про Новгород. Что тут и как. Можно, конечно, все это зачитать из Википедии, но я не вижу, честно говоря, смысла. Вот одна из старейших церквей. И девушки ходят, надо обойти три раза для того, чтобы выйти замуж. Вот так, есть такое поверье, так говорят. Действительно, вот там девушки ходят, я встречал. Вот. Видите, ну, правильно делать надо. Надо верить. Вот. Новгородский крем. Наверное, так он называется. Вот. Ну, даже не знаю, что можно сказать. Не хочется мне читать из Википедии все это дело. Вот. Могу сказать такие, что вот я помню так, в голове отложилось. Во-первых, Новгород входил в состав Гонзейского союза. А, да, вот скульптура путешественницы, вот видите, туристки, которая устала, бедная сидит, сняла босоножки, смотрит и отдыхает. То же место, где все фотографируются. Так вот, Новгород входил в Гонзейский союз. А это союз нескольких государств туда входило, которые занимались торговлей на Балтике. Вот. И в 2009 году проводится международный фестиваль. Вот Гонзейский союз дает некие деньги для, ну, хотя бы косметического восстановления церквей. Вот. И в 2011 году город признается самым благоустроенным городом России за 2010 год. Вы знаете, вот я был два года назад и хочу сказать, немножко такое чувствуется в хорошую сторону преобразование. Ну, дороги мне понравились, получше стали. Говорят, что новый губернатор пришел. Ну, в общем, вот все. Пока. Всем привет. Показал вам Новгород зимой. Как мог. Просто для информации. До свидания.